Ребята, всем привет! С вами Роман Ястреб. Это видео будет полезно тем, кто хочет купить себе MacBook со вторичного рынка и проверить его. Второе, это видео будет полезно тем, у кого MacBook, например, выдают какие-то странные результаты или технически как будто неисправлены, и вы хотите убедиться, так ли это. И третьим людям это может быть полезно тем, кто купил себе наоборот MacBook или все с ним прекрасно, хорошо. Но дополнительное спокойствие и диагностика покажут, что да, с ним все прекрасно и отлично. Поэтому поехали, не будем затягивать. Дело в том, что компания Apple в свои компьютеры внедряет диагностическую программу, которая проверяет кулеры, процессоры, экраны, код компьютера, оригинал, либо это подделка, которая проверяет чипы, модемы. И сейчас я вам покажу, как запустить эту программу, чтобы проверить самостоятельно, не выходя из дома, свой MacBook. Поехали! Ну, первое, что нам нужно сделать, да, это нам нужно сделать перезагрузку компьютера. Включаем перезагрузку компьютера. Неважно, галочка стоит или нет. Нажимаем перезагрузить и зажимаем кнопку D. Все, ждем. То есть мы зажимаем кнопку D. D переводится как диагностика, чтобы вы легко могли запомнить. Сейчас тут вне зависимости, жмете вы, когда еще MacBook перезагрузился или нет. Главное, вы увидите, что MacBook будет загружаться совсем по-другому при нажатии этой кнопкой. То есть мы зажмем и держим, пока не увидим что-то необычное. Оп, у нас появилось. Все, у нас появился выбор языка. Мы выбираем, естественно, язык, который нас интересует. Это русский. Вот, все, больше ничего не делаем, просто выберем, ждем. Все, и пошла диагностика. Что сейчас будет? MacBook будет проверять на подлинность этого устройства. MacBook будет проверять все чипсеты, модемы. Он будет проверять кулеры. Будет по одному включаться кулеры, если у вас MacBook 15-дюймовый. То есть он сначала включит левый и правый. У каждого компьютера по времени может быть своя диагностика. У меня диагностика показывает, что это будет по времени у меня 3 минуты. Вот, у вашего MacBook, если он не такой мощный, может показываться диагностика, что будет идти около 5 минут, 7 минут. В зависимости от мощности, ну и комплектации. Поэтому вот этот MacBook, вот эта простая диагностика, MacBook, он покажет сейчас вам, ну, без сервисного центра, все ли с ним в порядке. Дальше после этого будет показываться, если будут какие-то проблемы с компьютером, будут показываться не описание этой проблемы, а код ошибки. Вот, и мы уже, я вам покажу, что значит код ошибки, каждый что значит. Вот, я пока не буду отключать. Вот мы слышим, я вот слышу, как включается левый у меня кулер. Он включается у меня на полную. То есть это нормально. Если у вас такое же будет происходить, не пугайтесь. Это будет включение всего лишь на несколько секунд. Все, он проверил, запустил. Сейчас он проверит. Все, сейчас у меня включается второй кулер, правый кулер. Я прям слышу, что он справа звучит. Вот. Соответственно, ну, то есть это нормальная ситуация. То есть MacBook начинает проверять. Он будет проверять дисплей, он будет проверять все чипсеты и так далее, и так далее, и так далее. Желательно, чтобы вы MacBook этот подключали через Wi-Fi. Ну, то есть чтобы он подключен был Wi-Fi. Все, соответственно, все. Вот у нас даже, я думаю, меньше трех минут прошло, потому что я вижу по времени съемки. Неполадки не обнаружены и код ошибки. Код ошибки, если у вас ADP 3.0, это обозначает, что ошибок не обнаружено. Ну, если честно, гениально код ошибки ADP 3.0, который говорит, что ошибок не обнаружено. Вот. И уже дополнительная информация. Серийный номер этого MacBook настоящий. Вы можете его уже пробить через сайт, если вы покупаете на вторичном рынке. И, соответственно, ну, как бы спокойно начать работать. Если же этот серийный код с MacBook, с операционной системой внутри не совпадает, верьте вот этому, который у вас здесь при диагностике записан. То есть тому тот код в операционной системе можно изменить. Этот код, ну, не все просто о нем знают, как его изменить. Все. Соответственно, если я захочу, если я хочу запустить простую, ну, как бы обычную macOS-систему, мне нужно нажать на кнопку «Перезагрузить». Если я захочу пользоваться через браузер Safari и посмотреть режим восстановления, что можно сделать с MacBook, проверить код, то есть без загрузки, можно сказать, такая загрузка в безопасном режиме, без вот этих всех фальши, я могу нажать «Начало работы». Но поскольку мне это ничего не нужно делать, я нажимаю кнопку «Перезагрузить». Все. Соответственно, у меня сейчас MacBook опять сделает перезагрузку и уже покажет мне обычный рабочий стол. Соответственно, мы будем уже начинать работу. Все. Это было краткое видео, как проверить свой MacBook самостоятельно, без сервисного центра, без всяких инструментов в домашних условиях. Если же у тебя все отлично, прекрасно, если же у тебя обнаружились какие-то ошибки и проблемы, будет под видео ссылка на официальный сайт компании Apple, где будут расписаны коды и с чем они связаны, с какой проблемой. Поэтому переходи, если у тебя есть какие-то нюансы, и решай это в сервисном центре. Если же у тебя все равно остались подозрения, что с твоим MacBook что-то не так, и при этом у тебя показывается ошибка ADP 3.0, гениально, ошибка, которая показывает, что у тебя нет ошибок, но это в духе компании Apple, это iPhone 7 и 8, который защищен от влаги и пыли, но при этом, если ты уронишь воду, у тебя гарантия не распространяется. Гениально. В общем, если даже это будет у тебя ошибка, которая показывает, что ошибок нет, компания Apple говорит, что это нормально, и нужно пойти в диагностический центр, и там уже сделают полный, полный пакет диагностики. Вот. Но это была диагностика в домашних условиях, которая может тебе поверхностно дать уже такой, можно сказать, тебе отзыв о твоем устройстве, или устройстве, которое ты собираешься купить. Все. Надеюсь, ролик был полезен. Ставь лайк, если это было полезно. С вами был Роман Ястреб. С уважением к вам, к вашему MacBook. И пусть у вас служит, чтобы он хорошо, и вы не обращались никогда в эти сервисные центры. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok